всем привет сегодня я хочу рассказать о наушниках kz bte сейчас мы их распакуем я ими поиграюсь и потом уже до запишу видео о том как они играют и вообще что у меня какие у меня они впечатления покупал я их за 7 99 ссылка на акцию по которой я покупал будет в описании продаются они в районе 17 долларов по моему если мне не изменяет память была акция распродажа по flash сейлу на в магазине gearbest тогда это все по моему наверное все кого я знаю они тогда накупили их потому что неожиданно была акция была опубликована и ухты круто в общем и реально накупили я купил два экземпляра но вот эти вот пришли а второй экземпляр я даже сомневаюсь что они вообще дойдут потому что что-то не шевелится вообще трек номер красиво все выглядит простая коробка мне в фирма kz мне нравится я покупал уже у меня были в распаковках другие наушники этой фирмы не bluetooth я для них покупал отдельные модули bluetooth ну а это уже конкретно bluetooth наушники идут не отдельным модулям и наушники все мне проводные наушники их очень нравится отличное звучание просто бомба ну а с модулем bluetooth они звучали как кси вай qi 19 поэтому я для себя выбрал и вношу кси вай qi 19 потому что они удобнее сидят в ушах у меня чем кз допустим z st и zs3 которые у меня были поэтому я хожу sky но вот решил попробовать тем более цена реально была очень офигенная поэтому давайте посмотрим что же у нас получится вес тут 19 грамм плюс минус 3 грамма 83 плюс минус 5 сантиметров то есть радиус по которому он действует от устройства 10 метров батарея 130 миллиампер часов работает до 8 часов это ну действительно прикольно время ожидания сто часов заряжается около двух часов в общем вся информация которая нам нужна она здесь есть не так просто их подковырнуть вот это вот прозрачная она идет у всех у всех к за что у меня были у них у всех такая вот система с прозрачной крышкой далее смотрим здесь у нас вот такая вот бумажечка в которой здесь какой-то намек на английский китайский намек как наверное вставлять в ухо как правильно вот да здесь такой вот бортик есть у наушников сейчас мы на него посмотрим и им нужно заезжать в канавку в ухе идет несколько два комплекта амбушюр вот побольше размером и поменьше и я так понимаю кабель зарядки в предыдущих версиях кабель был приплюснутый и белый и он мне очень нравился здесь кабель самый такой обычный и ну реально сказать то есть сравнение с теми кабелями которые были в козе за из 3 из ст но это фуфло они кабель то есть но по сути их у меня уже столько что обращать внимание на него не стоит даже если не положили вообще кабель я бы не расстроился смотрим дальше дальше у нас идет инструкция на английском языке это хорошо ap tx technology здесь вот на каждом углу кричат ap tx technology здесь вот завернута вот так наш пультик давайте вы ковыряем сами уши уши их не фирменной формы здесь идет два пульта управления вот как у меня были бы басеус с 06 энкок вот и мне не понравилась эта система потому что пульты попадают они за спину то есть ты когда бежишь допустим или там быстро идешь они откатываются за спину то есть плеч спадает за спину и получается вот эти вот шнурки они сильно длинные то есть пульты нужно было сделать повыше то есть вот так ближе а сзади оставить шнурок по длине как по моему мнению кабель сразу скажу классный качественный то есть он толще чем у qc y qy 19 такой плотный и ну прикольная резина то есть мне нравится мягенько вот здесь у нас я так понимаю батарейка в этом пульте и об этом пульте у нас управление зарядка micro usb скорее всего да micro usb зарядка ну а чего скорее всего шнурок то мы уже поиск посмотрели вот aptx bluetooth kz earphone плюс минус play верхняя панелька она с таким софт пластиком и скорее всего он со временем сотрется то есть отполируется то есть сотрется верхний слой вот этот нанесен на пыление вот но приятный на ощупь мягенький сами уши они такие симпатичны здесь у нас сразу не успел взять в руки сразу остался отпечаток пальца посмотрим вот такая вот система очень напоминает мне за s3 по форме были они удобны да то есть вот эта вот штучка нужно заехать в канавку ну давайте померяем и так садятся в ушах в уши хорошо раз два три нету гула в ушах и я свободно могу говорить нету знаете когда бывает когда ты затыкаешь наушниками уши и у тебя начинается гул в голове такого у меня нету ну и давайте попробуем продолжить разговор наш в таком ключе действительно эти пульты скорее всего будут падать назад но я еще похожу с ними и посмотрю как это будет один пульт наверное будет вот вот так это будет выглядеть то есть один пуль будет чуть сзади но не так как у басеус с 06 там вообще они сзади были поэтому здесь и нити вроде бы немножко лучше плане сравнивать я эти наушники сравниваю с и киусевак его 19 потому что это эталон наушников для меня лично для меня уверен что кому-то нравятся другие ушные уши но у меня были наушники и айби фри и я покупал их за 32 доллара по моему при их обычной цене в 50 долларов мне они не понравились связи с тем что я не понял разницы в звучании то есть я их сверял с киусевак его 19 и я не понял абсолютно не заметил разницы в звуке и не понял почему такая большая цена для на них именно поэтому они мне не понравились я их продал потому что ну я не считаю что то что у них цена больше это означает что они лучше мне так не кажется вторые наушники которые дороже были но мне не понравились чем киусевак его 19 это наушники meizu и по 51 и они мне очень не понравились они отвратительные у них управление кончено я не побоюсь этого слова и у них единственное что это очень крутая упаковка то есть там реально упаковка она не наверное стоимость я не по около 30 долларов я их покупал но я не понял за что то есть ну реально то есть за упаковку платить такие бабки но я не понимаю то есть они вложились но они выглядят красиво они качественной сборки но они звучат хуже чем киусевая 19 это мои личные впечатления то есть вы можете там какашками меня закидать но это мои личные впечатления я ими делюсь делюсь стараюсь делиться честно и вот и по 51 и обе free но мне не зашли я не знаю то есть люди говорят что им нравится то есть ну у каждого видите это все субъективное у каждого свой слух но я думаю что многие согласятся что те кто у кого были киусевая 19 они это хорошие наушники именно поэтому я киусевая 19 оставляю как эталоном наушников до 50 долларов потому что свыше 50 долларов наушники я еще в руках не держал именно bluetooth наушники до 50 долларов эталон и киусевая 19 до 10 долларов оставляю первое место у ппб 012 это дешевые наушники копеечные недавно я просил магазин gearbest и они сделали скидку для наших подписчиков в telegram канала и можно было купить их за 399 по моему даже они продлили акцию добавили туда 200 штук если я не ошибаюсь то и на момент выхода этого видео акция должна еще действовать ссылка будет в описании на всякий случай теперь я не попользуюсь наушниками и уже до запишу конец вердикту по звучанию и вообще как что и буду ли я им пользоваться сидят в ушах хорошо не выпадают и сидят плотненько и мне нравится что здесь нету это и кости как и купю силой это хорошо потому что этот хвостик я отношу к минусам именно ту резинку потому что я ее несколько раз терял в сумке и уже думал что все я никогда не найду а потом находил и хвостику пью силой наушников я отношу к минусам здесь вместо этого хвостика вот такой вот бортик который вставляется вот сюда вот и она сидит отлично и я уверен что можно бегать прыгать то есть я вот бабал тал головой они не выпадают сидят плотно и отлично и ну действительно мне пока на данном этапе мне все нравится я подключил наушники коннектятся они как определяются телефоном как кэзэ и арфон это мы посмотрим позже немножко но я данный момент вот сейчас кусочек этого видео записываю через них чтобы вы понимали я уже позвонил собеседника слышно отлично вот этот кусочек видео я решил записать для того чтобы вы поняли как он звучит когда вы разговариваете по телефон находится он определяется как кэзэ и арфон давайте его подключим connected язык интерфейса внутри английский и довольно таки приятный голос все отлично то есть тут тоже не придраться все хорошо качественно сделано итак друзья я потаскал их неделю хочу сразу сказать момент такой пока не забыл отпечатки здесь остаются их не так просто стереть то есть их нужно хорошо вытирать чтобы и они все равно еще заметно увидите я стер и все равно остались отпечатки будет видно нет ну в общем это как бы я отношу к минусам но такое как бы кто заглядывать на них они так издалека не видно что они залапаны руками давайте сразу озвучание звук где-то на 20 процентов громче чем у qy 19 звук мне понравился больше нету здесь перекосов в сторону басов ну не знаю там процентов наверное на 10 сторону басов перекос но звук чистый слышно как голос певца мне реально зашли все песни все треки которые я слушал но реально нравится немножко больше чем на qy 19 я не знаю как это описать я немного подумал и мне кажется что скорее всего на вот этих амбушюрах они просто лучше сидят у меня в ушах хотя я и на qy не жаловался но скорее всего наверное из-за амбушюр но хотя может и используется какие-то там дополнительные технологии в которые лучше звук доставлять но реально звук мне понравился больше плюс здесь громкости запас громкости процентов на 20 больше чем у киева по поводу пульта пульт управляется правильно здесь все плюсом переключается громкости короткими нажатиями она делается громче или тише длинным нажатием переключается трек вперед или назад и здесь все правильно то есть плюсом переключается трек вперед минусом назад все как я люблю но есть и минус сейчас мы их оденем и я вам покажу и так снова я их одеваю, вот мы их одели все отлично у нас но в процессе эксплуатации оказалось что вот этот шнурочек он действительно очень длинный сейчас я возьму QY и продемонстрирую QY19 расстояние от уха до пульта, вот и здесь пульт болтается, но он мне никогда не мешал, ни при беге, ни при ходьбе и все отлично, я всегда знаю, что пульт у меня здесь возле щеки, то есть я его взял, мне его не нужно искать в шее и я сразу переключил сверху у меня плюс, снизу минус здесь даже нету этих обозначений ну как бы есть они, но они не шуршавые, то есть я их не могу определить на ощупь, просто нарисованы, но я всегда знаю, что плюс сверху, минус снизу вот, если в ухо, давайте вставим его, вот я его вставил, вот оно у меня, вот находится у этого наушника перекручено, то есть я его часто, вот он западает за спину да, то есть во-первых во-вторых, то есть можно его когда-нибудь найти здесь, то есть если вообще как бы, да, то есть если посмотреть вот такая вот длина и ну реально можно, если там, хоп, и он ушел назад, за спиной где-то его искать, но здесь нету такого как у S06, то есть так часто он за спину не выпадает, то есть я его закинул сюда, возможно это из-за одежды что сейчас одежда с капюшоном сейчас зима, и возможно из-за одежды просто его закинул сюда и он здесь хранится и возможно это проявится уже более там весеннее время, когда уже мы разденемся и может и будет западать на зло, но он перекручивается, то есть смотрите вот он, вот так находится и у нас сверху получается минус, а снизу плюс, наоборот все, ты когда его берешь, тебе нужно понять, то есть ты допустим идешь по улице тебе надо сделать громче или переключить трек и ты его берешь пальцем там если особенно холодно, ты не можешь понять, и на примерзли руки, ты не можешь понять, где плюс, где минус те, чтобы пут usage и ну, реально тактильно и Kṛṣṇa лично я не не могу понять где плюс низ. Поэтому, тебе нужно понять да-то это, тянешь, ага, вза-ут сторону потянул, значит плюс здесь вот и будем нажимать его переключать дальше либо минус здесь то есть за счет вот этого что он перекрутился но это вот ну реально жирный минус из-за которого я могу вернуться на киева и то есть конечно это я круто сказал вернуться на киева из-за этого из-за пульта но действительно это мне очень нравится и ну киева и в этом плане удобнее то есть когда здесь вот брелок и я вот сколько ими пользуюсь у них бывает за счет того что вот это вот шнурочек он длинный и бывает и бегаешь и он вот здесь вот торчит там на пол на пол спины вот так торчит у тебя ты бежишь тут торчит у тебя этот шнурок потому что он вот жестковат такой и ну как бы но это такая мелочь по сравнению с пультом то есть то что ты не можешь подобрать как где плюс где минус и ты хотел переключить сделать громче а сделал тише или хотел переключить на следующий треков переключил нас задний трек то есть и тебе нужно понимать ну это конечно дело привычки недели недостаточно для того чтобы привыкнуть ну мне оказалось недостаточно но так вот вот минус у нас есть и так мой вердикт что бт е кз бт е лучше чем киева 19 по звуку лучше по автономности лучше единственный минус для меня это вот то что брелочек на сильно далеко и мне нужно наверное будет скорее всего я либо вот так как-то его закреплю здесь придумаю какое-нибудь себе крепление чтобы он был повыше либо вот так может как-то смонтирую но обрезать провод чтобы укоротить мне не хочется поэтому придется вот горбатить какой-нибудь такую вот заколочку сюда чтобы провод был меньше чтобы был пульт но это такая мелочь это для меня как как бы для меня весомый аргумент а для многих скорее всего будет невесомый я вообще странно подхожу таким вещам многим в наушниках нужен больше звук чем как они переключают треки но мне вот удобство качество удобства именно тактильного то есть меня меня больше раздражает не качество звука если она хуже больше раздражает все-таки те моменты когда я не могу переключить правильно трек или когда пульт уходит далеко за спину мне где-то и вот по спине нужно искать вот как то так очень доволен ими то есть в плане минусы я описал но я уверен что для многих этом минусами не будет наушники бомбовые то есть на сегодняшний день я вполне могу рекомендовать как юси вай как так и bte поэтому то есть ну по звучанию bte лучше запас громкости больше по автономности он лучше но немножко не нравится мне именно тактильное ощущение да то есть как как сидят в ушах они сидят хорошо даже мне нравится больше чем к юси вай но вот именно с пультами вот это вот проблема она меня немножко расстраивать поэтому если там кто будет спрашивать я всегда буду советовать теперь либо эти либо это ну до того момента пока еще какие-нибудь наушники не попробую я на них не останавливалась я ими буду пользоваться но может быть к что-то выкатят еще лучше на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок и и Редактор субтитров А.Семкин